Вау! Всем привет, топчики! С вами Димон Про. Сегодня мы будем говорить об игре Бесконечные Страхи. Хорошо или плохо? Начинаем. Начнем-ка мы с первой, с старой версии игры. Именно 1.1.0. Где школа была тоже неплохой по стилю, и сама игра была прикольной. И мы ждали как раз продолжение, когда будет после того момента, когда мы уже почти сбежали из этой школы. Сам сюжет, кстати, прикольный, что мы умерли, но чтобы нам вернуть свою жизнь, нужно найти осколки своей жизни. Сюжет игры. Сюжет действительно классный, и он заслуживает 10 из 10. Потому что он достаточно необычный, самостоятельно придуманный. Тем, что наш главный герой умер, ну, я уже это и так говорил. Ну, да, действительно сюжет 10 из 10. А именно, как раз, чтобы их получить, нужно сбежать от страшных монстров и их локации, на их локациях. Качество игры. Качество игры на высочайшем уровне. И особенно спецэффекты. Да, это действительно классно. Сам отражение света. Оно действительно классное и приятное для глаз. Ну, как-никак, все они это хранители нашего осколка души. И нам нужно их собрать всех, чтобы потом все же вернуться в реальную жизнь. Вот так где-то. И, да, по идее, школа самоприкольная, мне понравилась уже. И было некоторые двери и закрыты, которые еще не были нам как бы открыты. И мы тоже, нам было интересно особенно посмотреть, что находится за одной дверью, которая, через которую как раз синий цвет. Цвет, точнее. И, да, вот так. Но, выждали мы обновление 1.2.0 очень долго. Ну, год практически. И вот, в прошлой версии был прикольным, тоже необычным. Но теперь он выглядит иначе в новой версии. И изменена полностью, школа, но по коробам и по проходам осталась такой же, но полностью изменена. Да, да. Ну, и на то же нам, я думаю, появились там вроде некоторые тоже новые комнаты. Но там не был доступен спортзал. Но потом будет доступен в будущих версиях. Вот так. Ну, и прохождение оно такое и осталось, в принципе, что нам нужно, типа, там ключ найти, лом, ведро. И это все осталось. Сам Декстер изменился тоже глобально. Он молчаливый, в отличие от прошлой версии. Потому что в прошлой версии он больше, он вообще-то смеялся всегда. А тут он молчаливый стал. И, по идее, он для начала, и в самой первой версии, ну, обновление этого 1.2.0, он был быстрым. А то невозможно было вообще убежать. Но теперь можно. Ну, по идее, это реально, как хоррор ощущается. Такая темная игра. Для нее вообще не нужны режимы сложности. Ну, и по звукам. Давайте же я оценки еще свои расскажу. Музыка в эфире. 10 из 10. Отличная просто музыка. Стиль школы. Стиль школы был сам придуман разработчиком. Джин студио. Где-то его так зовут. Да. И по оценкам я по... С виду на школу. Школа тут выглядит, ну, по стилю своему... Это девяточка. И здесь эти реально, она красивая очень. И оценка, еще могу сказать, оценка самого ремоделя Декстера. Тоже это восьмерка из десяти. Нет, нет. Ну, ну да, вот так. И вроде мы по игре еще узнаем историю Декстера. Ну, не знаю, это точно или нет, конечно. Но по идее вообще Декстер это кукла, хранитель Оскала души нашей. Как бы, да. Ему пару сотен лет. Неразговорчивый, понятное дело. Ну, и прикольная, конечно, плохая концовка, где он нас сжигает в кастрюле. Ну, в кастре, точнее, имею в виду. Вот так. Ну, и что же еще могу оценить? Из минусов я не могу пока что ничего выделить. Ну, на улице посмотреть на школу, школа на улице выглядит прям опупенно. Ну, прям классно, реально скажу вам. И, да, по крайней мере, интересно узнать, что будет продолжение, как мы дальше там сбежим. И где находится вообще оскал нашей души. Как-никак. Потому что в школе пока что мы его не нашли. Но, думаю, найдем в новых классах, которые еще не доступны нам. И посмотрим, что находится в подвале самой школы. Конечно, да, многое, что тут интересно есть. Есть еще лестница на третий этаж. Это уже мы на крышу, походу, выделим. Уже выберемся. Потому что школа, она на два этажа разделена. Вот так. Ну, я не знаю, что можно из минусов выделить. Ну, не знаю даже вообще. Ну, не знаю пока что, что можно выделить из минусов, конечно. Но про плюсы я вот сказал. Своя игра реально классная. Она выглядит нам еще лучше, чем прошлая версия. Намного. Так, в общем. В общем, действительно игра хорошая. И в общей сути я могу сказать, что она заслуживает полностью. Полную оценку. Это 9 из 10. Чтобы актив вырос. Потому что, ну, блин, такая игра. Действительно хочется, чтобы была успешной. Однако. Вот так. Ну, будем ждать еще и ближайших новостей. Об каком-то, может, глобальном обновлении. Хотя разработчики обещали глобальное обновление следующее. Только уже в следующем году. А так будут выходить обновления. Только они маленькие. Они, может, по исправлению каких-то багов. Может, что-то там новое добавят. Но ничего из глобальных пока что в этом году не будет.